смотрите какая шикарная красноперка на поплавочную удочку да хорош смотри какая гля какая ух шайба глянь какая вот эта рыба ух ух идет как конечно же поменял опарышей на новых чтобы они шевелились были вот такие вот красавчики у нас да но рыба вот там есть повела 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 иди сюда хорошенько гляньте какая смотрите привет ребят настроение у всех сами знаете такое хочется пойти в речку и утопиться до ночь была громкая почти не спал вечером обещают дождь гроза но сейчас пока тихо не на реке северский донец надеюсь все будет нормально мы с вами половим какую-то рыбку я хочу попробовать половить красноперку сейчас ее время ну в общем к этому давайте сейчас вместе с вами и приступим начну я пожалуй это увлекательное занятие с прикормки закормлюсь дальше буду удочку свою разворачивать маховую для такой рыбалки необходимо правильно замешать прикормку вы знаете что я люблю весной запах чеснока вот у есть чесночная прикормка но так как сегодня я буду ловить красноперку я немножко чесночную прикормку замешаю с гейзером есть также прикормка вместе с гейзером то есть две пачки прикормки у меня немножко разное сейчас вам расскажу это у меня от real fish а карась чеснок но абсолютно вся рыба весной на чеснок у нас идет вы это знаете я люблю рыбачить на чеснок а вторая это у нас от real fish от торнадо вместе с гейзером называется на зеленый чеснок то есть это рад торнадо ская прикормка от real fish она поднимает все свои компоненты вверх и они пылят не просто тупо лежат на дне а начинают вот так пулить играть и все делаем как я вам и сказал по пол пачки пол пачки просто чеснок карась пол пачки торнадо мы высыпаем прям сюда кроме этого я уверен вы знаете что в этой прикормки вот такие вот частицы внутри да есть то есть она не просто сама по себе да как прикормочка а с разными частичками разноцветными с хорошими добавками вот которые также будут привлекать рыбу не раз уже поднимал эту тему про чесночную прикормку да с вами что на мой взгляд чеснок хорошо работает весной любую рыбу как-никак призывает но многие мне писали что серега у меня чеснок не работает не знаю напишите еще раз коментах что вы думаете по этому поводу довольно таки интересный мелководный пляж вот я здесь уже рыбачил не раз мы немножко шариками на расстоянии маха удочки закормим тут вода хорошо прогревается это мы тут должна быть рыба сегодня закармливая пошире не знаю под каким камышом сегодня будет стоять красноперка с левой стороны справа он уже рыба какая-то да прыгает где-то она тут будет по-любому у меня сегодня 2 граммовый поплавок удилище флагман сквадрон пропол 7 метровая удочка хорошая и 2 граммовый поплавочек как я сказал я все же люблю рыбачить на легкие снасти могу подцепить и полграммовый поплавок и 1 грамм но сегодня обещали ветреную погоду сейчас только подцеплю что-то легкое через полчаса надо будет сразу перевязываться да а так я уже буду готов и знать что у меня все нормально на этой удочке у меня коннектор есть коннектор это вот такая штука вот кто не знаю здесь вниз и так оп выходит получается часть и мы туда цепляем петельку с нашего поплавка и все у нас получается так как так как нужно и все клево вот разматываю мотовельцы красноперку я люблю ловить мне нравится эта рыба весной в частности за свои хорошие ребят мощные вот эти вот поклевки она очень хорошо клюет ее не нужно долго ждать когда она выходит стайкой да если конечно щука не гоняет то поклевки красноперки мы знаем всегда на ура всегда проходят стабильно хуп и пошла короче не думает не дюбает если есть крупная рыба она берет и идет я не знаю как вы это делаете напишите в комментариях но не просто одеваю сверху петлю на коннектор а делаю вот такую удавочку небольшую и удавочка уже это дело потом подтягиваю тогда у меня ничего здесь не люфтит и не трясется смотрите какая пиявка возле поплавка положил поплавок думаю сейчас подцеплю насадку вот уже взял опарыша и тут такая пьявище нифига себе да здоровенная просто кто у нас на пьявку ловится сом говорят сама можно поймать ну что цепляну с вами несколько опарышей я как правило одевают 2 но максимум можно одеть 3 на мой взгляд 23 опарыша живых вот для красноперки это именно она и главное ребята такой прикол продевайте их подальше потому что прошлый раз я их вот здесь в этот дел зажала крючка они мне зацепились я не мог засечь рыбу думаю что такое у меня опарыш с краю одет и рыба просто не засекалась ночью погнали главное при ловле красноперки вести себя очень-очень тихо иначе рыба пугливая если будете много кричать шуметь она может испугаться и вообще не клевать он какая-то рыба уже прыгает вообще в камышах я вижу она начала гулять давайте попробуем вот туда сейчас делать небольшой такой заброс и посмотрим если там кто-то у нас активный если она там есть то она практически сразу должны клевать у нас если там на стоит посмотрим сейчас она не боится перезабрался поэтому найти ее достаточно просто вот мы пришли на место есть поклевка да допустим нету мы достаем и перезабрался в оба другой конец залива туда ищем ее везде понемножку здесь там где 1 отзовется значит там она и стоит у нас играемся глубиной чуть больше чуть меньше делаем глубину о поклевка есть не нету сожалению нет она поклевка была недалеко вот так близко почти возле берега на мелкой мелкой глубине вот очередная это уже она есть тоже она красноперка вот очень прикольно получается что я хотел ее искать красноперку дальше она стоит ближе ко мне то есть совсем на маленькой-маленькой глубине она стоит я вижу с опарышами все нормально я набрал воды ведерко давайте ведерко будем складывать и живой пусть она у нас плавает вот такая рыбка посмотрим что из этого получится опарыш целый вот сильно не пожеванный если бы сильно на его пожевала я бы вам сказал ребят надо сто процентов поменять а так как он целый нормальный можно на него же продолжить ловить но рыба вот там есть повела 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 иди сюда хорошенько гляньте какая смотрите какая шикарная да о чем я вами сказал вот она этот батон которого мы с вами поймали сразу ведро его отлично но это то о чем я вам только что и сказал что может быть ничего ничего а потом клюнет вот такая вот шайба до хорошая крупная красноперка смотрите какая красивая ладошечная отличная рыба класс тут уже надо нам поменять опарыша потому что эта красноперка его до долбила ложим ведерко и продолжаем ловить пока она там есть мы подкормили чесночной прикормкой она пришла видите какая хорошая ну вот такая вот красотка хух хорошенькая да класс опарыша она ребят подолбила но одного можно оставить 1 снимаем цепляем на более живого 1 оставляем то есть как я всегда говорю важно чтобы двигался у нас опарыш на крючке я белых люблю опарыш и белый опарыш на мой взгляд на красноперку лучше всего подходит тебя разных продают да и красных и всех но мне почему-то именно вот белой нравится больше всего погнали очередной заброс я сделаем туда это взяла немножко дальше у нас дал там где-то оба на посмотрим сейчас за поплавчанским тоже буквально после заброса 1 2 об нету но поклевка была неплохая похоже на нее посмотрим сейчас давай если она там есть она буквально сразу подходит поплавку и на насадку налетает а нет я долго не жду буквально секунд 20-30 нет поклевки сразу тела перезаброс и еще активно всегда красноперку не ту что может быть придет клюнет а той которая ты под нос именно попадаешь она тогда без раздумываний берет и клюет сразу же активно чуть ближе можно оба подтянуть хорошая маховая удочка длинная не слишком тяжелая можно ловить и близко и далеко отлично просто рыбу люблю ей очень и плотву на нее ловлю оба давай давай есть хорошая ребят смотри какая и плотву ловлю и всех я на нее ловлю всегда на эту удочку кайф получаю вот такой вот конечно от такой рыбалки кайф получишь а как тут кайф не получить да гляньте какая сейчас ее сезон пока сезон красноперки надо ловить ее хорошая такая ладошастая да заглатывает она не сильно с краешку мы с вами долго не ждем я вам не сказал про леску и про поводок да сейчас все расскажу на удочке основная леска 018 и сегодня я ловлю без поводка вообще бы я вам сказал ребят используйте тонкий поводок на красноперку 014 012 это будет здорово но так как сегодня она крупная я знал что будет крупная чтобы не зацепиться не оторваться я напрямую привязал и на 018 леску сегодня я ловлю как видите результат тоже отличный конечно же поменял опарышей на новых чтобы они шевелились были вот такие вот красавчики у нас до два опарыша полетели пусть только кто-то скажет что рыбалка на красноперку не интересно да ты что с такими-то поклевками как сейчас у нас с таким размером рыбы это кайф только забрасываешь у тебя сразу клюет и поклевки такие ху поплавок и повелло и размерчик какой да батоны такие клюют классно это супер да не раз за разом конечно надо иногда паузу сделать левей правее бросить найти где она и когда ты достаешь такую крупную красноперку как это а наш немножко боится стайка расходится да вот и тем самым ты получается я немножко пугаешь перезаброс делаем потом подождал две-три минуты у тебя снова клюет с того же места плечу туда тебя давай малыш оп пробует пробует давай 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 повела есть хорошая ребят хорошая еще одна есть красавица отличная отличная шикарная ну чуть меньше тех остальных они прям зашевелились но тоже шикарно вот такая вода это немножко меньше этих остальных в принципе тоже ничего такая заглатывает заглатывает да и экстрактор пока не нужен потому что не глубоко можно взять вот на крайний случай палочку и достать краешку вот так крючок прям изо рта немножко камыш разломал сейчас я вам покажу вот смотрите если глубоко заглатывает нет экстрактора берем это камышом просто ведем так же как и с экстрактором хоп и достаем наш крючок вот и все рыба спасена главное немножко поддеть палочкой один опарыш меняем рыбку ведро ко всем ну чё нормально гляньте он уже какие-то красотки ух еще парочку и уже на сковородку только я вам сказал что дождь на вечер передавали он решил пойти прям сейчас уже начался дождик причем неплохой такой силы ну не знаю может сейчас закончится уже моросит меня и опарыша посмотрим как сейчас подожди она будет себя вести и думаю надо уже докормить нам потому что время прошло надо покормить ее немножко потому что мы любят когда пылит это все дело красноперка да прикормка постоянно там присутствует ей это нравится хотя нет дождь пошел закинул вроде повело да смотри она но рыбы нет к сожалению поклевка была до клет и сейчас подожди тоже дождик пошел такой неплохой мокрый я бы сказал сразу сходу есть есть не мешаете это брать не мешает погода конечно ветром слегка поплавок гонит ох ты там рыба гуляет под камышом какая-то да как как у меня гоняет наверное ветром гонит поплавок на красноперка любит когда тихо хорошо он стоит на месте она не любит когда он плывет дровим сейчас на три опарыша досадили еще одного и на три попробуем половить тоже заброс туда оба да погнала волна погода все уже совсем не так как только мы начинали но ничего посмотрим должна быть мы к ней она к нам давай рыба об находит да кто-то его есть хорошая не не такая хорошая поклевка шедевральная просто поклевка на 500 было вот такая вот рыбеха иди сюда вот такая вот что я буду делать когда закончится белая парыш да что ловить на красных буду шу нам остается еще с вами из того что есть из того и исходим как всегда да вот сказать решаем проблемы по мере поступления что еще придумать даже не знаю или клюет или волна как-то бросил так сразу запрыгал интересно я специально его не окружал поверх антенки потому что мне для красноперки нравится когда есть бабушечка она совершенно не пугается это не плотва если бы мы ловили плотву густеру я бы грузил по самую антенку вот а так она ведет топит мне нравится когда чуть-чуть черненькую часть видно тело самого поплавка дождик немножко стих вот ветерок поднялся и не стихает но ничего к вечеру вообще разу обещали я мешаю вот такие вот шарики сейчас леплю небольшие с прикормки и туда их забрасывая периодически просто необходимо ее докармливать чтобы она стояла в точке приходила к нам опарыши вот они наши красавчики не уже поймали несколько рыбок сейчас доловят еще я в этом уверен то даже и об давай ловись как здорово смотреть за поплавком тем более когда он клюет не просто так махать им а когда есть поклевки класс пускай не так часто не с каждого заброса и рыба там не огромная но она есть душу отвести на такой рыбалки с такой природы самая она у повела есть и повела повела уклейка да они красноперка думал крупная уклейка взяла тоже краснопер но этот такой небольшой сожалению мы не можем ловить рыбу прямо по заказу до крупная мелкая мы можем примерно знать ну как мы думаем да люди что эта рыба ловится на это это ловится на эту насадку да там для того чтобы поймать леща надо на дно чтобы красноперку более пылящую прикормку но в целом мы ничего не знаем про природу она про нас больше знает мы знаем про природу только то что там есть рыба и мы хотим поймать и природа это хорошо а природа про нас знает что мы и постоянно загрязняем истребляем и делаем для нее только хуже вот так она есть потому что после рыбалки мусора остается много но а негатива у рыбаков если она тем более хипа не ловится да еще знаете как бывает там серёга ты на рыбалку едешь меня спрашивают да еду хочешь поехали там можно с тобой ну хочешь да давай а что там что-то ловится ну как что-то ловится ну приедешь пробу я откуда знаю ловится или нет сегодня может ловиться завтра может не ловиться у меня были такие дни что я сегодня ловил завтра приезжаю рыба там почти не клюет смотрите каким у нас цветом интересным одна рыба вон верху как больна или что с ней да часть чешуйки такой часть другой вообще это светлая красноперка одна темнее одна светлее да гляньте иди сюда хорошенькая смотри какая лопатушечка да какая классно рыба ё-моё вот такая краснопера вот она хорош ребята хорош 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 красавица класс и поклёвки какие мощные и рыбка хорошая чтоб не говорили что там рыбы нет и смотрите сколько уже вот это уклейка кишит за камышами вот это ряд это не волна это кишит уклейка она там стая собралась и просто вот плавает а он лебеди летят ребят смотрите какая красота не поверите просто будете смеяться но не клюет на красного опарыша минут 20 наверно поплавок у меня простоял там воде нифига когда три опарыша один из них красный была поклёвка когда три опарыша и все красные вообще не клюет и на два красных не клюет но не клюет на него я не знаю почему то ли я такой то ли правда и он не нравится именно опарыш этим цветом она его беленького любит и вообще что-то светленькое воде и привлекает потому что все таки водичка там еще мутноватая когда что-то светленькое в воде конечно же красноперка ну видит это лучше да белое пятнышко налетает на него и понимает что какой-то жучок червячок вообще становится ей так сказать отлично и комфортно да давай маховая удочка у бросил дальше рыба ближе было да он испугалась я бросил аж туда бросила там уже вроде как и клюнула у нас что ли только мы закинули да сейчас посмотрим да сидит мелкая вообще мелкая продолжая на светлого опарика дубасить для рыбы прям вот подо мной тут скорых прям кружит офигеть туда тебя где корманули там и ловим капризничает тоже оба есть клюет 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 иди сюда види повела иди сюда вот такая вот такая вот небо конечно хотелось собрать всю рыбку для вас показать сейчас позже общее количество сколько я поймал ребят ну а умрет а я этого не хочу я хочу сегодня отпустить поэтому давайте возьмем с вами камеру и вместе выпустим вы так видели каких и неплохих батонов вместе с вами поймал ничего никому доказывать не собираюсь вон это видео уже почти такая еще чуть-чуть плыть не сможет давай а так как раз мы взяли вот за хвост и отпустили давай 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 живой живая живая видишь потихоньку пошла а так бы всех она и была а так вон она пошла я жила также этой маленькая давай малышка оживать потихоньку потихоньку вот и поперла все хорошо то уже ушла также с остальными не будем заморачиваться просто ведро возьмем и выведем просто хорошие такие уж какие были красноперки да эти конечно побыстрее пошли и все дресснули так малышка ты меня не пугать участие будем реанимировать она дышит очухается работает жабрами все нормально сейчас она придет себя и очухается за моей спиной постоянно кто-то шар ундит смотрите какая ящерица большая огромная просто зеленая кроме ящерицы еще и жабы тут лазит хорош смотри какая для какая ух шайба глянь какая вот эта рыба ух ух идет как вот это она вот эта мамочка пришла смотри какая красноперка да ты шо вот она больше ладошки вот так тещина я просто огромная класс смотрите какая шикарная красноперка на поплавочную удочку да такую мамочку отпускать даже приятно для красноперка это хороший экземпляр гляньте какая да чукча огромная просто сразу ушла здоровенная была даже не дала ее помыть то ну что смотрите какая красотища до весна соловьи поют птицы поют друзья просто супер еще рыбка нас поклевал я хотел вам сказать сейчас про такую вещь как груз то есть грузила поплавка как их правильно размещать чтобы рыбка вот у вас клевала и про глубину я вам обычно говорю что красноперку я ловлю но с глубины мелкой буквально с поверхности самой то есть вот у меня крючок вот у меня поплавок буквальности сантиметра 20-30 с вот таких глубин я очень часто ловлю красноперку но бывают дни моменты когда крупная красноперка боится плавать вверху и глубина глубину мне приходится делать но около метра даже то есть метра где-то я добавляю по поплавку смотрите здесь важно важно что место где мы ловим и место ловли красноперки но как правило не больше чем пару метров у меня если глубина общая 2 метра 2 метра то я где-то вот опускаю но ближе к одну на две третьих тогда крупная там у меня клюет и обязательно хорошо кормить закормить придет не только красноперка и плотва крупная красноперка требует хорошие прикормки и постоянного до корма тогда будут кабаны такие вот как сегодня лапти у меня проклевывать легкий хороший поплавочек маховая удочка чтобы можно было добросить вам легко везде как мы сегодня это делали да мы же добрасывали везде с вами везде все у нас клевало я заканчиваю рыбалку не потому что рыба перестала клевать либо у меня закончилась прикормка а потому что закончились белые опарыши у меня остались одни только красные а белых я всех выловил 1 красных почему-то не клюет тем не менее все равно я доволен сегодняшней рыбалкой все прошло неплохо сворачиваю снасти вам всем мира всем добра ребят нам всем мира всем добра пусть все будет хорошо у всех пусть всегда у вас клюет вот